Ты человек и ты творец прекрасного. Это статус каждого, кто однажды вошел в стены Чувашского государственного института культуры и искусств и покинул его уже дипломированным специалистом. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики в мае 2000 года был образован Чувашский государственный институт культуры и искусств. Сейчас ВУЗ может гордиться своими высококвалифицированными специалистами, талантливыми студентами и лучшими педагогами в сфере культуры. 23 марта в концертном зале института состоялось торжественное мероприятие, посвященное 15-летию с момента основания института. Сегодня мы чествуем тех, кто стоял у истоков основания института. Сегодня мы чествуем тех, кто формировал умения, знания, навыки наших выпускников. Сегодня мы чествуем тех, кто способствовал благополучию и процветанию нашего ВУЗа. Сегодня руководство ВУЗа – преподавательский состав. И сами студенты могут с гордостью сказать, что общими силами они добились признания ВУЗа на высоком уровне. 15 лет как один день прошли, а начиналось все. Даже не верится. Можно сказать, на пустом месте мы начинали. Материально-техническая база почти нулевая. Но с каким трудом наша республика находила средства, возможности, чтобы капелька за капелькой подниматься к настоящему высокому профессиональному искусству. Институт культуры и искусств Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашии является единственным ВУЗом в республике, выпускающим специалистов в области режиссуры, инструментального исполнительства, дирижирования, театрального и актерского искусства, библиотечесной, информационной и социально-культурной деятельности. В этот знаменательный день преподаватели и студентов института пришли поздравить организации и именитые люди. ВУЗ плотно сотрудничает с межрегиональной общественной организацией Чувашский национальный конгресс. Президент конгресса Николай Федорович Угаслов – частый гость в этом учебном заведении. Примите самые искренние поздравления от Чувашского национального конгресса, от великого Чувашского народа, особо от Чувашей из регионов, с нынешним юбилеем, с замечательным праздником. Коллеги из ЧГУ и ЧГПУ также выступили с теплыми словами и пожеланиями. Представители ВУЗов признались, что без культуры невозможно никакое общество, каким бы высокопрофессиональным оно ни было. Экс-ректор Чувашского государственного университета имени Ульянова Лев Пантелеймонович Кураков выразил свое восхищение развитием и процветанием института и пообещал всячески помогать в этом деле. С вами радуюсь, восхищаюсь, какие вы замечательные педагоги, какие вы замечательные студенты, какие замечательные работники. За 15 лет Институт культуры и искусств прошел многоэтапный путь развития, в том числе и успешную аккредитацию ВУЗа в прошлом году. Рособорнадзор дал зеленый цвет преподаванию в стенах института еще на 6 лет. Мы можем преподавать и можем выпускать калицеринных специалистов, это непосредственно студентов, для жизни, для того, чтобы они могли дальше продолжать наше дело. Будущие специалисты в сфере культуры с удовольствием обучаются в данном институте. Студент третьего курса Денис Григорьев рассказал, как повлиял ВУЗ на его жизнь. Слышал, происходил у нас набор, наш институт на актера, драматического театра и решил попробовать, решил прийти. Мне это было интересно, все-таки интересно, как живет актер, как работает актер. И самому хотел себя попробовать в этой профессии. В принципе, я в этом нисколько не пожалел, когда пришел сюда, когда поступил. Это очень интересно, это очень увлекательно. Я нашел себя, я нашел свою профессию, и я хочу продолжить работать актером, конечно же. 15 лет не столь огромная цифра, но для Института культуры и искусств это значимый цикл. Сегодня высоким достижением ВУЗа радуется вся республика, ведь от плодотворного развития Института культуры и искусств зависит дальнейшее процветание Чувашии. Я думаю, что сегодня Чувашский государственный институт культуры и искусств по праву является одним из центров сохранения наследия, великого наследия, уникальной культуры древнего чувашского народа. Их работы, их ученики составляют гордость не только чувашской культуры, но я скажу, что и гордость российской культуры, и, наверное, даже не ошибусь, скажу, что если мировой культуры. Ксения Петрова, Екатерина Янголакова, Сергей Михеев. Жизнь столицы.